Трудовой день фельдшера Масичинской подстанции скорой медицинской помощи Александра Чагина начинается в 8 утра. Он приходит на пост, принимает оборудование и документацию от предыдущей смены. Рабочий кабинет, бригада скорой помощи – это машина, соответственно, скорой помощи, в которой имеется укладка с медикаментами, которую мы принимаем. Врачебный стаж Александра без малого 30 лет. Сомнений в выборе профессии у мужчины не было. С 96-го года еще начал работать, когда учился в медицинском училище. В должности санитара начал работать. Все, ну, по окончании пришел на Масичинскую станцию. И так вот, и задержался здесь на 28 лет. И если у Александра за плечами около 30 лет трудовой деятельности, то у молодого специалиста Ксении Голиковой в 10 раз меньше. Она работает фельдшером всего три года. В эту профессию меня, можно сказать, посвятила моя бабушка, которая тоже работала фельдшером. У меня 40 лет стажа у нее. А ее мама тоже работала фельдшером, тоже в сельской местности. Это, можно сказать, у нас такая династия. И хотя Ксения работает на скорой не так давно, она уже полюбила свою профессию. Мне нравится смотреть им в глаза, которые говорят, спасибо, будь это боль в горле или боль в сердце. Работа сотрудников скорой помощи ответственная и тяжелая. Они находятся в постоянном напряжении. Ведь неизвестно, в какой момент поступит вызов. Все они требуют четких и уверенных действий. На линию выходят ежедневно две автомобили класса С, это рейн-мобили, и 19 автомобили класса Б. Класс С отличается тем, что, если мы спросим сюда, здесь более расширенная аппаратура, здесь улучшенный кардиомонитор, дефибриллятор, здесь есть аппараты ВЛ, которые продвинуты более высокого класса. 19 марта для всех сотрудников скорой помощи – значимый день. Ровно 125 лет назад в России появилась первая подстанция. Эта служба по сей день объединяет тысячи медицинских работников, которые по зову сердца выбрали свою профессию. Мы гордимся своей профессией, вообще местом, где мы работаем. У нас вообще прекраснейший коллектив, действительно очень дружный, мы стоим горой друг за друга, мы преданы своей профессии, уважаем ее, ценим, любим. И вообще здесь работают люди с большой душой, с большим сердцем. Сегодня на Матищинской подстанции работает около 300 сотрудников. Это врачи, фельдши, водители. Они находятся на посту 24 часа в сутки, чтобы вовремя оказать первую медицинскую помощь. Екатерина Шарыпова, Александр Соломкин, Первый Матищинский.